Сегодня 90 лет отмечает жительница Серпухова, ветеран Великой Отечественной войны Людмила Житкова. Глава Юлия Купецкая навестила именинницу и вручила ей подарки от своего лица и от лица губернатора Московской области, а также поздравительное письмо от президента Российской Федерации. Познакомилась с юбиляром и наша съемочная группа. Спасибо, спасибо, спасибо. Телефон не умолкает. Людмила Николаевна сегодня утопает в многочисленных поздравлениях от родных и друзей. Вот оно, ощущение настоящего праздника и счастья. Квартира украшена, постарались дочка с внучкой, развесили гирлянду, плакат с фотографиями, открытки. Принимать гостей именинница готова. Хорошо получилась прическа у тебя такая хорошая. Когда ты слушаешься, все хорошо. Да, надо слушаться. Буду-буду слушаться, буду слушаться. Бодра как будто бы не 90, посмеивается Людмила Николаевна. А вот и первые гости. С днём рождения вас! Счастья, здоровья вас! Спасибо, 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 спасибо. Ой, какой букет грамматный! Спасибо, что вы у нас есть на самом деле. Спасибо. Потому что мы на вас смотрим, какие вы замечательные, какие вы бодрые. Да, конечно, я понимаю, что жизнь-то вся она точно впереди. Букет цветов и подарки от городского округа, от губернатора и президента. Такого внимания Людмила Николаевна не ожидала. Тронута до глубины души. Сначала волнуется, потом решает порадовать гостей чтением стихов. А их юбиляр знает немало. Весёлые, грустные. Это отличная тренировка памяти, признаётся полголоса. Зовут меня Люся. А женихов всё нет и нет. Никак я не дождусь. А замуж мне давно пора. Я заждалась ужасно. А кто жених, мне всё равно выйти, я согласна. Я и бельё умею шить. Как штопы тоже знаю. А уж как я хочу любить, я просто умираю. Родилась Людмила Житкова в Тульской области в 41-м, когда началась война. Ей было всего 12. Отец ушёл на фронт, вернулся с тяжёлым ранением. Выгоняли нас из домов. Потом наш дом сгорел. Они когда отступали, подожгли наш дом. Выгоняли нас, мы расчищали дороги, подметали где-то чего-то, что надо было помогать. Помню, тележки какие-то возили. После войны поступила в профучилище. Замуж вышла за военного в 50-м. Больше 10 лет мотались по гарнизонам. За это время хорошо освоила машинопись и дело производства. В 61-м муж уволился со службы, переехали к родственникам в Серпухов. Супруг на завод металлист устроился, Людмила Николаевна в первую школу секретарём директора. А потом перешла в седьмую школу. В седьмой школе, 23 года в седьмой школе отработала ещё. Ну, сначала секретарём было, а потом вот открыли, откуда-то узнали, что ли, вот машинки эти, вот спешущие машинки были. И вот закупили машинок этих и открыли такой предмет, машиноведение, машинопись, машиноведение. И вот там я отработала 23 года, на машинках печатали. Ну, тут уже была как учитель. Двое детей, четверо правнуков. Людмила Житкова окружена вниманием и заботой. Она ведёт активный образ жизни, занимается физкультурой, на тренажёрах, во дворе и скандинавской ходьбой. Посещает кружки в Доме ветеранов и в Центре Меридиан. Секрет её долголетия прост. Нужно всегда быть в движении и не унывать. Продолжение следует...